Здравствуйте! В эфире самая познавательная передача телеканала «Репортер 73. Будь здоров!» Я, доктор Владимир Малинин, и пришло время поговорить о главном. Прививочные кампании против гриппа стартовали одновременно с 1 сентября и по всей стране. Сама схема вакцинации не нова, проверена десятилетиями, но именно в 2020-м прививка от гриппа пользуется повышенным спросом. Чтобы охватить как можно больше желающих, в крупных городах развернулись специальные мобильные пункты. Так в столице, прямо у станции метро, стоят автомобили скорой помощи, переоборудованные под выездные процедурные кабинеты. Привиться можно в любой, и уйдет на это не более 15 минут. Аналогичные выездные точки есть в Петербурге, Новгороде, Казани и многих других городах. Ульяновский пока нет. Вакцинация традиционно проходит в поликлиниках по месту жительства. А вот торопятся ли туда ульяновцы? Разберемся в рубрике «Век живи». Кто знает, если наши ученые считают во многом. Может быть, кому-то поможет. Но я не прививаюсь. Думаю, если здоровый образ жизни ведешь, то не совсем обязательно. Если есть группа риска, то да, нужно делать. Когда вот не делали, вся семья, и мы сами болели. А как начали 7 лет делать тому назад, каждый год? Без проблем? Нет, я считаю, что нет. Потому что на некоторых она плохо действует. В данный момент еще мы не знаем, пока все нормально. От нюмонии сделали, от этого все. А те годы всегда. Традиционная сезонная вакцинация от гриппа. Благо или вред? Кому нужно, а кому и без надобности. Схема вроде бы отлажена годами, но вопросы есть. С ответами любезно согласилась помочь Ольга Анатольевна Чубарова, заведующая педиатрическим отделением детской поликлиники номер 3. Опытный доктор, который без преувеличения знает о прививках все. Скажите, а почему именно в этом году вакцинацию от гриппа называют обязательной? Дети тоже болеют ковидом. Да, они болеют реже, да, они болеют легче. Но, тем не менее, ковидный госпиталь работает, и тяжелым детям там оказывают помощь. И если только ребенок, например, который пошел в детский сад, проконтактирует где-то в транспорте, или в коллективе, или в семье, проконтактирует с двумя инфекциями, и заразится двумя инфекциями, и ковид, и грипп, и тяжесть состояния предвидеть невозможно, и прогноз по жизни предвидеть невозможно. Многие рассказывают, сделали прививку и заболели. Правда, можно заразиться? В самой вакцине нет живого агента. То есть, заразиться от нее и заболеть нельзя. Это первое. Что она практически не содержит консервантов. Она расфасована в индивидуальные коробочки, где уже заправлена в шприц. То есть, никаких ампул, никаких манипуляций лишних не производится. Иголочка тоненькая. Переносит дети ее хорошо. Вот мы уколемся, а придет другой штамм гриппа. Получается, прививались впустую? Я говорю так, что даже если вдруг какие-то есть нюансы, у каждого вируса гриппа есть своя одинаковая основа. И если даже иммунный ответ будет на эту основу, то интерфероновый общий уровень в организме будет выше. То есть, как любым другим вирусам, тоже хоть какая-то будет немножечко, ответ будет более полноценный. Вероятность заболеть будет меньше. Во всяком случае, будет меньше вероятность попасть в больницу с тяжелой формой и получить осложнение или какой-то грустный итог. А как же быть беременным женщинам и грудным детям? Для них же такие прививки табу? Уже в течение последних 3-4 лет эта вакцина не только разрешена детям с 6-месячного возраста, так еще и беременным женщинам. То есть мы можем защитить ребенка, еще нерожденного, и потом мама будет его кормить молоком, в котором будут антитела. И поэтому до 6-ти месяцев ребенок будет защищен. А после 6-ти месяцев мы делаем вакцину, но для детей до 3-х лет мы вакцинацию делим на 2 дозы. То есть мы делаем половиночку и потом через месяц повторяем. То есть нагрузка иммунная на ребенка маленького возраста, она снижается. И поэтому дети переносят хорошо. Тем более вакцина сочетается с другими вакцинами. Те, которые не живые вакцины, делаем вместе с АКДС, делаем вместе с привинаром. То есть защищаем и от дифтерии столбняка, и от пневмокока. И делаем вместе с ней им грипп, переносят они хорошо. Мы решили сделать ребенку прививку. Нужна ли предварительная подготовка? Чтобы ребенок был здоров, чтобы те, которые окружают его в семье, были здоровы. И чтобы, конечно, не нагружали организм ребенка всяческими аллергенами. Те, которые мы можем исключить. Какая-то там клубника, мед, шоколад. Потому что сейчас есть такая тенденция, что такие продукты, которые вообще-то запрещены для детей младшего возраста, но любящие родители или бабушки могут с этим, конечно, погрешить. Но мы предупреждаем, что, конечно, перед прививкой нежелательно и вводить какие-то новые непонятные прикормы и докормы после прививки, ну, недели две хотя бы нежелательно. Из тех соображений, чтобы в рамку постинвекционную не попала какая-то вторичная инфекция, мы просто в этот день желаем, заветуем не купать ребенка, а потом можно уже как обычно. Прививки от гриппа можно сделать бесплатно в поликлиниках по месту жительства при наличии полиса ОМС. Руководители предприятий могут привить сотрудников по договору с медучреждениями. С вопросами относительно вакцинации звоните на горячую линию регионального Минздрава 8 800 200 73 07. А мы продолжаем рассказывать вам о федеральном высокотехнологичном центре медицинской радиологии, расположенном в Дмитровграде. В предыдущих программах мы разобрали методы диагностики, а также алгоритмы обращения в это действительно уникальное медицинское учреждение. А вот сегодня поговорим о многообразии терапии и о людях, благодаря которым самые современные технологии работают во благо нашего с вами здоровья. Сейчас мы с вами находимся в лаборатории синтеза. Сюда поступают ультракороткоживущие радиоизотопы, которые вырабатываются в соседнем циклотронном помещении и соединяются здесь с органическими молекулами для того, чтобы можно было ввести пациенту для дальнейшего диагностирования опухолей. Сотрудники лаборатории синтеза начинают свой трудовой день не просто рано, а очень рано, в 5 утра. Иначе нельзя, в 8 часов приходят первые пациенты, которым необходимо то, что делается только здесь. А коль такой эксклюзив, то и специалисты, уникумы и профессионалы высочайшего класса, физики и химики-эксперты, химики, инженеры и лаборанты. Ключевая задача в одном из модулей путем сложнейших химических превращений – преобразовать изотоп в ТОР-18 в препарат в ТОР-дизоксиглюкозу. В готовом виде его помещают в передаточное окно, а забирает медсестра, чтобы затем ввести пациентам в диагностических целях. Препарат вводится внутривенно пациенту, и с этого момента пациент становится источником излучения. Наше оборудование высокочувствительное улавливает энергию этого источника. И в процессе многих преобразований мы получаем визуализацию, картинку на экране монитора нашего аппарата. Возможности? Возможности нашего метода очень широкие, но в основном, конечно, это поиск, как я уже сказала, онкологического заболевания. Также мы можем выявлять и отличить доброкачественное это заболевание, либо это злокачественное заболевание. Мы можем после проведенного лечения пациенту определить эффективность этого лечения. Также мы можем исключить рецидивное течение заболевания, то есть возобновление процесса после, допустим, операции, либо там лучевой терапии. А теперь как раз о лучевой терапии, точнее о протонно-лучевой, которая заслуженно считается изюминкой Центра медицинской радиологии. Такая терапия осуществляется с помощью пучков протонов и реально воздействует даже на самые глубинно расположенные опухоли, в том числе головного мозга. И все это при максимальном сбережении здоровых тканей. Проследим поэтапно. Больного размещают в комнате гантри. Туда подходит протонный пучок, который генерируется циклотроном. В соседнем изолированном помещении комната управления этим самым пучком, всеми его настройками и дозировками. Итак, пациент в комнате, а следят за ним посредством четырех установленных видеокамер. Имеется система контроля дыхания, так как для некоторых локализаций применяется терапия в момент задержки дыхания. Во время лечения пациент в комнате находится один. Он всегда зафиксирован. Для каждого пациента создаются свои индивидуальные фиксирующие устройства, которые применяются в момент лечения. Во времени это занимает, как правило, недолго. То есть это 10-15 минут для локализации без контроля дыхания и где-то порядка 25 минут для локализации с контролем дыхания. Для пациента это абсолютно безболезненно. Никаких побочных эффектов именно в момент лечения не возникает. Некоторые пациенты, у которых лечится образование головного мозга, отмечают, что видят какие-то вспышки, пятна. Но это бывает редко и достаточно часто явлений. Сеансы всегда цикличны, в вариациях от 3 до 30, в зависимости от сложности патологии. Если вам необходима консультация и, возможно, последующее лечение в Центре медицинской радиологии, просто запишитесь на прием. Телефон колл-центра 8-84-235-4-14-16. Новый учебный год приносит не только знания, но и вирусы. Так уже через три недели после долгожданного воссоединения детских коллектив заболеваемость по ОРВИ перешагнула эпидпорог аж на 68%. А вот самая уязвимая категория – школьники от 7 до 14 лет. При появлении первых симптомов заболевания медики настоятельно просят родителей оставлять ребенка дома, как можно больше поить его водой, компотами, морсами и сбалансированно кормить. В приоритете супы, бульоны, тушеные овощи, каши. Ну а когда пойдет на поправку, делаем ставку на профилактику. Открывай дорогу, дядя! Физкульт-привет, дядя! Салям-алейку! Вы из какого общества, ребята? Трудовые резервы. А что, Динамо бежит? Все бегут. Все бегут, соревнуются, оздоравливаются. И в советских 70-х, и в российских 20-х. Да и принципы организации, как и сама организация, прежние. Физкультурно-спортивное общество «Трудовые резервы» появилось в военном 1943-м. Готовило рабочие кадры и перспективных спортсменов. Перестроечный период отправил объединение в резерв. Год 2016-й воскресил. За все годы существования свыше 55 миллионов значкистов и более 52 миллионов спортсменов, массовых разрядов и мастеров спорта. Сейчас 25 городов и 15 тысяч участников, сотня спортообъектов и столько же охваченных российских предприятий, 50 региональных отделений и 35 спортивных дисциплин. Ключевая цель – популяризация спорта. Реальный первенец на практике – физкультурно-спортивный клуб по месту жительства, между прочим, первый в России и единственный в Ульяновске. Только открылся из достижений вот эта установленная коробка. О том, как она будет на перспективу, рассказывает председатель регионального отделения трудовых резервов Маис Дадашов. Маис – спортивный клуб по месту жительства. Для многих это совершенно новая формулировка. Чем он принципиально будет отличаться от своих других спортивных собратьев? Ну, физкультурно-спортивные клубы в разрезе трудовых резервов – это один из тех проектов, которые мы запустим по всей стране на сегодняшний день. И вот на территории Ульяновска появился именно физкультурно-спортивный клуб по месту жительства. Что это такое? В стране существуют трудовых резервов, физкультурно-спортивные клубы на предприятии. Условно, члены трудовых резервов могут туда прийти в любой момент и бесплатно позаниматься физической культурой и спортом. По месту жительства такая история. На сегодняшний день кажется, что это просто коробка некая. Но эта коробка несет под собой достаточно много функционалов. На сегодняшний день здесь уже существует команда ТОСа «Восход». По хоккей с мячом мальчишки собираются, между собой играют в хоккей. Мы их поддерживаем. Также в планах у нас совместно с Министерством спорта Ульяновской области, с министром Егором Рамильным обсуждают историю по поводу того, что у нас здесь будут проходить соревнования. Как районные, так и городские по мини-футболу, по хоккею с мячом в зимний период. Ну и также мы сейчас планируем здесь открыть клуб активного долголетия для местных жителей, для людей предпенсионного, пенсионного возраста. Поэтому эта территория, на самом деле, она будет развиваться. И как физкультурно-спортивный клуб, она здесь, на самом деле, очень востребована. Когда мы общаемся с жителями, мы понимаем, что им на сегодняшний день действительно не хватает не только физической культуры, спорта, а, наверное, больше какого-то общения между собой. Какие виды спорта вообще будут использоваться? Что это будет? То есть что-то, наверное, посильное, такое, доступное, в принципе, для всех и даже для людей с ограниченными возможностями. Да, ну, в первую очередь, понятное дело, что это хоккейная коробка. В зимнее время года мы здесь будем играть в хоккей с мячом, в русский хоккей. В летнее время года это мини-футбол. А для пожилых людей мы здесь будем устраивать обычные зарядки, простые упражнения для того, чтобы люди, опять же повторюсь, главное собрать людей, объединить и дать им момент для того, чтобы они смогли пообщаться, при том оздоравливая себя. Не сидя там у лавочек где-то, да, а именно развивая себя для того, чтобы они дольше жили. Уточняем, пока это такая территориальная местечковая локация с охватом не более 500 человек. Позже аналогичные спортклубы станут массовым явлением, тем более, что подходящие для всех возрастов и абсолютно бесплатны. Олимпийский совет Тульяновской области представляет рубрику «Будь в форме с репортером». И сегодня у нас интересный, удивительный гость. Нынешний руководитель Федерации городочного спорта Вячеслав Михайлович Петров. Здравствуйте, Вячеслав Михайлович. Здравствуйте. Ваши спортивные пристрастия широки и разнообразны. Тут себе и лыжи, биатлон, самбо, дзюдо. И сейчас городочный спорт. У всех этих видов спорта такие разные направления, весовые категории. Откуда это у вас такое? Я начал заниматься классической борьбой в четвертом классе. К нам в школу пришел мальчев Алексей Иванович. Вот, как бы, половина школ практически ходила в торпеды, занималась этой борьбой. А потом к нам в школу пришел Николай Кимович Садила. Я начал заниматься самбо. Занимаясь самбо, я начал заниматься лыжами и биатлоном. В армии занялся военным трейборьем, выполнен норматив мастера спорта, став призером вооруженных сил. И, в общем-то, так сложилось, что я все виды спорта люблю и занимаюсь ими от души. Находясь на пенсии, вы продолжаете тренировать юных дзюдоистов. Как нашли ту звездочку, которая блеснет на Ульяновском небосклоне и прославит и нашу малую, и большую родину? Я действительно, выйдя на пенсию, не мог остаться в стороне от спорта. Я сейчас работаю в сельском местности, тренером по дзюдо. И я думаю, что в ближайшее время у меня появятся звездочки, которые проявят себя в области, в России и также на международной арене. Сегодня вы руководитель Ульяновской областной федерации городошного спорта. А городки – это что, правда спорт или все-таки старинная русская забава? Ну, вообще, это русская забава в древности была. А в настоящий момент это спорт. Присваивают мастеров спорта, заслуженных мастеров спорта, потому что нагрузки очень тяжелые. То есть биты веса от 2 до 5 килограмм и сделать там по 500 бросков за тренировку – это очень тяжело. То есть плечи, спина, все устает. Это действительно вид спорта. Имея огромный опыт организационной работы в сфере физкультуры и спорта, можете сказать, чем они отличаются, нынешние руководители, от тех руководителей и тренеров советской закваски? В Советском Союзе была преемственность у поколений, и поэтому специалисты рождались очень хорошие. В современной России это потеряно, это беда нашей сферы и любой сферы, потому что нет преемственности у поколений. Ну и напоследок, сделайте пожелание молодому поколению наших ульяновских тренеров. Ну, специалисты современные должны любить свое дело, отдаваться ему полностью. И тогда будут хорошие результаты в их работе, и спорт будет продвигаться. Если у вас есть вопросы или пожелания, обязательно нам пишите по адресу 432-001, Ульяновск, улица Гончарева, 8, Репортер 73. Наш телефон 304073. Оставайтесь с нами. Заглядывайте на сайт www.reporter73.tv, а также во все аккаунты наших соцсетей. В регион пришло бабье лето. А значит, наслаждаемся теплыми солнечными днями и улыбками близких людей. Берегите себя, будьте здоровы. Всегда ваш доктор Малинин. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова